Друзья, всем привет! Все вы знаете, если испачкаться зеленкой, то очень тяжело будет чем-то ее отстирать, либо убрать пятно. Вот, к примеру, испачкали вы одежду зеленкой. Как же убрать вот это пятно? Как его отстирать? На самом деле, все очень просто. Понадобятся дешевые аптечные препараты в виде перекиси водорода и обычного нашатырного спирта. Либо его еще называют аммиак. В первую очередь, нужно нанести немного перекиси водорода. Как видите, пятно стало расплываться и на первый взгляд может показаться, что я сделал еще хуже. Но не спешите делать выводы заранее. Берем аммиак и аккуратно наносим на пятно. И, о чудо, пятно начинает исчезать. Прямо на ваших глазах. Практически исчезло. Теперь осталось только высушить, постирать и будет как новенькое. Также, друзья, давайте с вами попробуем такой эксперимент. Вот у меня кусок ламината. Допустим, обрабатывали рану ребенку и капнули зеленкой на пол. Сразу же берете тряпочку и начинаете тереть. Трете, трете, трете. И в итоге получается у вас вот такое пятно, которое ничем не оттереть. Давайте еще усложним задачу. Еще маленько так разэтываем. Трем и получаем вот такое пятно. То есть сделали еще хуже. Теперь проделываем то же самое, что и с одеждой. Берем перекись водорода. Наливаем. Хорошенечко все это дело впитываем. Пытаемся вытереть. Трем хорошенько. Как вы видите, практически пятно исчезло. Но если приглядеться, пятно никуда не делось. Немного его все равно заметно. Берем аммиак. Делать это нужно в проветриваемом помещении, потому что стоит жуткий запах. Все, видите, аммиак еще не высох, а пятно уже исчезло. Берем тряпку. Вытираем. Пятно как не бывало. Но что если вы испачкали вашу руку, друзья? Сможем ли мы оттереть при помощи данного способа зеленку на коже? Давайте же проверим. Пачкаем палец и ждем пока он высохнет. Пропитаем. Все. Как вы видите, зеленочка впиталась и уже не пачкает другую кожу. Но отмыть ее просто обычным мылом не получится. Пробуем. Наносим перекись. Нанесли. Попробовали стереть все это дело. А теперь берем чудодейственный наш аммиак, который имеет очень жуткий запах. При помощи ватки стираем зеленку. Ну вот и все. Отличный результат, друзья. Давайте проведем последний на сегодня эксперимент. Возьмем вот такую вот волокнистую древесину и испачкаем ее в зеленке. О, как вы видите, она уже протекла маленько. Я даже баночку с аммиаком испачкал. Прям хорошенько сейчас впитаем ее. Надо плотно закрыть, а то испачкую все, что можно. Но благо есть у меня действенный метод очистки. Итак, проверяем. Перекись водорода наливаем на все пятна, которые испачкались зеленкой. Ну а теперь берем наш атырный спирт и смачиваем им пятна древесины. Что же у нас происходит с деревом? Пятна немного ходят, но не полностью. Поэтому если попала на дерево необработанная зеленка, то его очень будет сложно вывести даже при помощи аммиака и перекиси водорода. Ну а во всех остальных случаях эта тема реально работает. Так что берите на заметку. Надеюсь, мое видео было вам полезным. На сегодня все. Желаю добра, удачи, успехов. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok